Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. На сегодняшний день в России более 50% населения имеют высшее образование, а значит День Студента или Татьянин День поистине всенародный праздник. Действительно, студенческая пора для многих самое счастливое время в жизни. Время приключений, юношеских самосбродств, пора влюбленности и первых шагов самостоятельной жизни. Время, когда открытые дороги и представлены возможности для самореализации. Сегодня в высших образовательных учреждениях обучается более 1 миллиона студентов, для которых Татьянин День – это завершение зимней сессии. Сегодня я пригласила в студию ректора Самарского государственного социально-педагогического университета, профессора, доктора исторических наук Мочилова Олега Дмитриевича. Здравствуйте. И проректора по научно-исследовательской работе Репенецкого Александра Ивановича. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире в телефонной студии 202-11-22. Пожалуйста, звоните к нам в студии, задавайте свои вопросы. У вас есть уникальная возможность позвонить и задать свои вопросы. Звоните, мы в прямом эфире. Ну что же, начинаем наш разговор. Олег Дмитриевич, Татьянин День, День Студента. В этом году ознаменовался для университета рядом значительных событий. Это открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Буревестник» с плавательным бассейном. Расскажите, как все прошло. Все прошло замечательно. Как раз непосредственно в Татьянин День, День российского студенчества. Вчера буквально, да? Вчера бассейн открывал наш губернатор Николай Иванович Меркушкин. Присутствовали многие высокопоставленные лица. Депутат Государственной Думы Александр Евсеевич Хинштейн, который был инициатором открытия бассейна и тоже очень много помогал. И я, пользуясь случаем, сразу выражаю благодарность, признательность этим людям за поддержку нашего университета. Присутствовал наш владыка, митрополит Сергий, который осветил воду в бассейне. Присутствовал тлен Совета Федерации, депутат Государственной Думы Дмитрий Игоревич Азаров и другие официальные лица, ректоры вузов, председатель Совета Ректоров Геннадий Петрович Котельников. Поэтому открытие прошло замечательно. Были студенты, преподаватели, деканы. И действительно, строительство бассейна очень значимо для нас, поскольку с открытия бассейна мы вступили в год нашего 105-летия. Ведь мы самый старейший вуз Самарской губернии, были основаны в 1911 году. И бассейн начал, скажем так, открытие бассейна начал череду праздничных мероприятий, которые будут длиться весь год. Ну вот, конечно, мы об этом поговорим поподробнее. Давайте сейчас посмотрим сюжет. Наша съемочная группа побывала. Мы посмотрели, как все произошло на самом деле. Поэтому, внимание на экран, сюжет моей коллеги. Первыми опробовать университетский бассейн доверяют выпускникам вуза. Многие из них уже сами учат детей, работают тренерами по плаванию. Вспоминают, в студенческие годы им приходилось заниматься в самых разных бассейнах, тратить время на дорогу. Я очень рада, что этот бассейн построили, наконец-то свершилось. Бассейн находится, во-первых, в собственности. Когда хотят ученики, тогда и будут плавать. Ни под кого не подстраиваются. В этом году педагогическому университету исполняется 105 лет. Физкультурно-оздоровительный комплекс под названием «Буревестник». Отличный подарок вузу на юбилей. Здесь есть не только удобный бассейн на 8 дорожек, но и тренажерный зал, и даже гимнастический. Самария – это уже третий вуз, который обзавелся собственным фоком. Подобные спортивные центры уже есть в Объединенном университете и экономическом. В педагогическом фок торжественно открылись символично, ко дню студента. И вы, и многие-многие другие поколения студентов будут пользоваться теми благами, которые бассейн представляет, как для молодых людей, так и для преподавателей. Как всегда была страна наша великая держава. И вашими усилиями, вашим трудом, вашим поколением она снова будет той великой. Строительство этого спортивного объекта как раз даст нам возможность увидеть новые горизонты и, конечно, развиваться успешно дальше. Программа по строительству фоков, а их финансируют из бюджетов разных уровней, продолжится. По стране будет 500 подобных объектов. В Самарской области на очереди Тольяттинский госуниверситет. Итак, мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Уважаемые телезрители, звоните к нам в студию, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Мы посмотрели в сюжете губернатор Самарской области Александр Иванович Меркушкин присутствовал на мероприятии. Скажите, а вот какую оценку дал губернатор в вашей работе? Очень высокую оценку. Замечаний к подрядчику, к качеству строительства бассейна практически никаких не было, только по каким-то совсем незначительным деталям. Губернатор был очень доволен, как и все приглашенные гости. То есть Николай Иванович дал оценку высокую? Конечно. И мы приглашаем в наш бассейн. Вот еще пройдет некоторое время, урок момента. И будут абонементы. Мы приглашаем всех жителей нашего города. Естественно, в первую очередь, кто живет в прилегающих микрорайонах, будут абонементы разовые, ежемесячные. Добро пожаловать. Спасибо за такое теплое приглашение. Ну, а Александр Иванович, у меня к вам вопрос следующего характера. Давайте озвучим все-таки итоги минувшего учебного 2014-2015 года, календарного 2015 года, как прошла международная профессионально-общественная аккредитация, направление подготовки, педагогическое образование. Скажите, расскажите, пожалуйста, об этом, и какое это значение имеет для ВУЗа в целом? Мы первый ВУЗ в Самарской губернии, который прошел международную общественно-профессиональную аккредитацию. Прошли мы очень успешно. Безусловно, весь коллектив ВУЗа готовился к аккредитации, и мы понимали, насколько это сложно, но в действительности казалось еще более сложной, чем мы думали. Вот эта международная профессиональная общественная аккредитация, она достаточно сильно отличается от нашей внутренней. То есть международная комиссия, во главе был очень известный ученый из Чехии, были преподаватели из Прибалтики, из нашей страны. И что отличала деятельность этой комиссии, это постоянные встречи и общения со студентами, аспирантами, магистрантами, работодателями, выпускниками и так далее, и так далее. Все это при закрытых дверях. Нас туда никого не пускали. И то, что по всем позициям комиссия международная выставила нам соответствует, это, конечно, говорит о той громадной работе, которую проделал ВУЗ, и мы получили вот этот международный сертификат на 6 лет. Повторяю, первыми из всех ВУЗов Самарской области. И мы этим, безусловно, гордимся. Скажите, а что это дает для самых главных участников этого процесса студентов? Это дает очень много, потому что международный сертификат дает возможность нам начать процедуру признания наших дипломов за рубежом. И у нас уже заключены договоры. Вот, в частности, Олег Дмитриевич недавно выезжал в Польшу, где подписал договор о признании наших дипломов. Эта работа начинается, она будет продолжаться. И, конечно, для студентов это будет очень значимое мероприятие. То есть можно сказать, что на международном уровне ВУЗ котировался, котируется и будет набирать только обороты. Ну что же, хочется вернуться к вчерашнему мероприятию, к Татьяниному дню. У нас есть совершенно потрясающий видеоряд кадров, как прошло торжество, как праздновали студенты. Прокомментируйте, пожалуйста, эти кадры, которые мы сейчас увидим на экране, Олег Дмитриевич. Пожалуйста. Татьянин день начался, наверное, в главном корпусе. Вот мы сейчас что видим? Около плавательного бассейна нового. Традиционно это день единения преподавателей и студентов. Стираются многие границы. Это праздник. Чем-то напоминает немного масленицу. И все веселятся, устраивают состязания, в основном традиционные русские, национальные. Народные гуляния. Народные гуляния. Поют песни, устраивают конкурсы какие-то. Поют частушки, декламируют стихи. И обязательно, конечно, пьют чай и немного медовухи. Медовуха обязательно должна присутствовать. Это еще со времен основания Московского университета в 18 веке. Так эта традиция и продолжается. Она, конечно, была прервана в советское время. Как-то практически не праздновался Татьянин день. Но сейчас мы стараемся восстановить. Посмотрите, как студенты веселятся. Искренне радуются. Около нового здания. В студенческом городке. Рядом здесь два общежития. Три учебных корпуса. Правда, очень холодно было. Минус 18-20 градусов. Но это не помешало и гостям приехать, и все ректоры, и другие высокие гости. Они прямо на улице, не боясь этого мороза, поздравили наших ребят с праздником. Пожелали всего самого наилучшего. Но, конечно, учиться хорошо в первую очередь. Вот хоровод. Не могу с вами не согласиться. Ну что же, а у нас есть звонок от телезрителей. Я предлагаю его послушать. Добрый вечер вам. Слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я учительный факультет физкультуры и спорта. Хотела вам сказать огромное спасибо за этот бассейн. На самом деле, мы все видели. Мы уже успели оценить. Мы ждем и дождемся, когда можно будет там поплавать. И мне кажется, это очень поможет нам в учебе. И, в принципе, я думаю, можно так вот время проводить. Даже просто прийти, отдохнуть, поплавать. Здорово. Огромное спасибо. Мы стараемся. Да, спасибо большое и вам за звонок. Но мы продолжаем работу в прямом эфире. 202.11.22. Звоните, задавайте свои вопросы. Александр Иванович, пожалуйста, расскажите. Я не могу не спросить вас о проверке соответствия требованиям международного стандарта системы менеджмента качества. Как она прошла? Я думаю, что успешно? Да, безусловно, успешно. Мы проходим такую проверку уже второй раз. И эта проверка показала, что мы полностью соответствуем международному стандарту. Нам выдан сертификат о том, что международному стандарту соответствуют все наши образовательные, профессиональные программы. Подготовка кадров высшей квалификации, научно-исследовательская деятельность, маркетинг, воспитательная работа. И то есть вот эта проверка показала, что мы находимся на уровне, ну, можно, наверное, сказать, лучших вузов не только России, но и Европы. Потому что еще должен добавить, что проверка была действительно очень серьезная. Нас проверяло международное сертификационное агентство, которое, ну, очень хорошо все смотрели. Внимательно хорошо. А вы знаете, лично мне это очень отрадно слышать, потому что я в 2003 году закончила университет и очень благодарна педагогам, ректору, тогда был Игорь Владимирович Вершинин, он сейчас президент университета. И вот следующий вопрос к вам, Олег Дмитриевич. Давайте поговорим о престиже вуза, потому что при выборе будущей профессии это основополагающее понятие. Вот скажите, пожалуйста, на какие сейчас актуальные специальности ведется прием? Вы знаете, сейчас по приему прошлого учебного года, который был после завершения учебного года, у нас очень удачный набор. Мы набрали около полутора тысяч студентов. Да, это около 750 человек на бюджетную форму обучения по государственному заданию и примерно столько же на внебюджетную форму обучения. У нас не было таких направлений подготовки, где были бы проблемы, какие-то серьезные проблемы с недобором. С недобором вы имеете в виду, да? Да, особой популярностью пользуются это экономика, иностранный язык, такие сдвоенные профили подготовки, экономика, начальное образование, информатика, право. Это недавно появившиеся два года, как у нас профиль. Да, это учитель права. Тоже достаточно актуально, особенно в наше время. Везде высокий конкурс, история, большой конкурс заявлений. В среднем по ВУЗу у нас получилось где-то около восьми заявлений на место. Высокий балл ЕГЭ средний, около 68, а если брать именно педагогическое направление подготовки, то там выше 70. Средний балл ЕГЭ тоже весьма высокий. И среди педагогических ВУЗов, а их сейчас 42 именно педагогических ВУЗа в Российской Федерации, мы занимаем вообще восьмое место так вот по рейтингу, и естественно будем стараться быть еще выше. ВУЗ входит десятку, это показатель, действительно качество. Но вот вы педагог, а почему вы выбрали профессию педагога? Вы знаете, после окончания школы, я закончил 81-ю школу, которую кстати недавно отреставрировали, конечно был выбор куда пойти учиться, и я практически не задумываюсь, выбрал педагогический институт имени Валия Владимировна Куйбышева, как он тогда назывался в 1989 году. Профессия учителя, закончил я исторический факультет, учитель истории и социально-политических дисциплин, я по диплому. Профессия учителя мне нравилась. И даже работая уже в ВУЗе, я 13 лет одновременно сотрудничал со школами, с медико-техническим лицеем, где просто работал учителем истории, общества знаний, краеведения. И, в общем-то, я горжусь этим, что я смог отдать часть своей энергии, своего времени детям. А вам есть что добавить к этому вопросу, Александр Иванович? Да, ну, наверное, так же, как у Олега Демитриевича, у меня не было выбора, я сразу хотел заниматься историей и быть учителем. И так же, как Олег Демитриевич, после окончания ВУЗа 4 года отработал в сельской школе, и потом очень длительное время совмещал работу в ВУЗе с работой преподавателей в школе. Это вечная наша профессия, и общаясь с молодыми, мы сами сохраняем и молодость души, и, наверное, молодость ума. Спасибо. 202-11-22, телефонный прямого эфира. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы. Уважаемые родители, может быть, у вас есть вопросы, если вы хотите, ваши дети хотят поступить, стать будущими абитуриентами, звоните к нам, задавайте свои вопросы. Ну, а популярность получаемой профессии, согласитесь, уважаемые гости, это все-таки не громкие слова, а твоя будущая карьера и, конечно, гарантированная завтра. Помогает ли ВУЗ будущим специалистам с трудоустройством, и насколько сегодня востребованы выпускники? Да, наверное, надо утвердительно сказать, тут нет никаких сомнений, что ВУЗ очень хорошо помогает с трудоустройством. Я еще раз повторюсь, профессия вечная, и вот та новая программа, которая принята правительством Российской Федерации, куда очень активно вписывается Самарская область по строительстве новых школ, новых современных комплексов, можно так сказать, образовательных, она, конечно, открывает очень большие перспективы и для наших выпускников. Если мы будем говорить, допустим, вот об этом выпуске, то более 80% выпуска ушло работать по специальности, ушло работать в образовании, это прежде всего школы, но и остальные все трудоустроенные. У нас нет нетрудоустроенных выпускников. Идут в органы внутренних дел, идут в газеты, на телевидение, там вот вы, наша выпускница, на телевидении работаете, поступают в магистратуру, в аспирантуру, то есть востребованность очень высокая. Ну и потом вот престиж учительской профессии, он к нашему большому удовлетворению сейчас еще и подкрепляются и материальными стимулами. Да, если студент четко настроен на школу, он получает добавку к своей стипендии 500 рублей. И существуют подъемные от 160 до 350 тысяч в зависимости от того, куда пошел работать наш выпускник. Это сельская школа, райцентр, городская школа. И это вот для молодых людей, это, конечно, очень существенно, что они получают вот эту добавку. Ну и потом в ВУЗ проводят ярмарки профессий, мы выезжаем в различные районы нашей области. Образовательная округа. Да, образовательная округа. И там вот директора школ, руководители образования, они знакомятся с нашими выпускниками, и вот завязываются связи, и уже они представляют, кто идет. Ну и существует еще некий заказ на специалистов с предприятий. Да, да. Поступает ли он в педагогический университет? Конечно, это целевые направления. Естественно, из школ, как правило. И в этом году мы приняли 79 студентов по целевым направлениям. Достаточно приличная цифра. В будущем она, возможно, будет даже еще выше, поскольку у нас контрольные цифры приема на 2016 год довольно высоки. Мы должны принять около 750 человек на бюджетную форму обучения. Вот я как раз и хочу спросить, существует ли тенденция увеличения бюджетных мест в положительную динамику? Вы знаете, такого увеличения при приеме на бакалавриат нет. Есть увеличение в магистратуру. Да. Поэтому у нас по 11 профилям подготовки действует магистратура открыто, и идет успешный набор как на бюджетную, так и на платную форму обучения. Не могу не задать вопрос, планируется ли в этом году повышение информации для студентов, повышение на платные специальности? Вы знаете, если такое повышение и будет, то оно не будет превышать уровень инфляции и не будет превышать той суммы, которую нам будет рекомендовать наш учредитель Министерства образования и науки Российской Федерации. Ну и, конечно, всегда это было. Я надеюсь, это продолжает место быть, когда студент хорошо учится, и у него есть возможность сплатного перевестись на бесплатное. Да, конечно, мы делаем это. Работает комиссия по переводу, и, естественно, если студент учится на хорошо и отлично, у него такая возможность существует. Спасибо. Ну, мы сейчас затронули выпускников, но хочется спросить вас, что на сегодня имеет студент педагогического университета, обучаясь в этом учебном заведении? Студент педагогического университета, ну, имеет все, что должен иметь студент государственного вуза. Естественно, что это и социальная поддержка, это социальные стипендии, это повышенные стипендии по отдельным направлениям, таким как культурно-просветительская, общественная, научная работа, спортивная деятельность. Эти студенты, которые отличились, комиссия отбирает их по их портфолио, по достижениям, они получают очень высокие стипендии выше, чем просто студент, который учится на отлично. Студенты, многие иногородние, они проживают в общежитиях, и в 2016 году наш вуз внесен в программу ликвидации очереди в общежитии, поскольку у нас есть, уже очень давно стоит, недостроенное здание, и мы внесены в программу по завершению его строительства, конечно, будем это делать, будем этим заниматься. Это обеспечит дополнительные места, а в каких пределах можете назвать цифры? Ну, приблизительные хотя бы? Ну, это плюс примерно 500 мест еще. Да, это... Очень весомая цифра. Это, конечно, очень важно. Очень важно. В этом году мы должны завершить, уже сейчас завершаются работы по реконструкции корпуса на улице Льва Толстого, Льва Толстого 47. Я очень надеюсь, что в марте, желательно, конечно, под женский день международный подгадать, мы сдадим. Тем более, что у нас 70% и преподавателей, и студентов – это дамы. Уже и преподаватели стремятся приблизиться к студентам. Да, да. И, конечно, социальный пакет студентов, поскольку, опять же, повторюсь, у нас большинство – это не из Самары, которые приехали из малых городов, в сел, деревень, некоторые даже не из нашей области. У нас учатся 150, примерно 150 иностранных студентов тоже. Все это единое такое сообщество. Всего 7 тысяч приблизительно. Человек. Я буквально, может быть, еще одно предложение добавлю. Студенты еще имеют возможность учиться у очень высокопрофессиональных преподавателей. 84% наших преподавателей остепененные, из них 15% – это доктора наук. И вот это, я думаю, очень весомый аргумент, чтобы студенты шли к нам. Да. В пользу выбора педагогического университета. Но вот а какова научная деятельность вуза? Что нового, интересного в этом направлении, вы можете мне сказать? Вы знаете, я здесь сразу должен остановиться на, пожалуй, самом важном нашем достижении прошедшего года. Это уже в декабре, под конец года, наш журнал научный, называется он «Самарский научный вестник». Наш журнал вошел в реестр изданий высшей аттестационной комиссии Российской Федерации. Далеко не каждый вуз имеет вообще такой журнал. Получить этот статус очень нелегко. Это длительный процесс и очень энергозатратный процесс. Мы этого добились. И будем пробовать добиться этого с нашим вторым журналом, который называется «Поволжский педагогический вестник». Но это уже задача на будущее. Да, и вообще вот сейчас ведь поставлена задача, что вузы должны не только учить студентов, но и превратить своеобразные научные центры. И мы очень успешно выполняем эту задачу. Вот превращение научных центров без интеграции с другими научными учреждениями невозможно. У нас заключены договоры и с академическими институтами, ну такие, например, как Институт археологии, Институт истории Востока, Институт материальной культуры, с Эрмитажем, с которым мы каждый год проводим совместные конференции. В этом году тоже в июле будет такая совместная конференция. И я еще хотел бы отметить наше сотрудничество с Самарским аэрокосмическим университетом. Мы открыли научно-инновационный центр физико-химических исследований в области археологии и экологии. И учитывая то оборудование, которое имеет наш Национальный исследовательский университет, вот анализ археологического материала, анализ экологической ситуации проводится на самом современном оборудовании. И вот это сотрудничество очень дает много нам. Я надеюсь, что и вот... Будете продолжать? Да, конечно, будем продолжать, будем развивать. Мы немножечко сказали о планах 2016 года. Если есть что добавить, пожалуйста, и время наше медленно, верно, заканчивается. Вы знаете, планы такие. Развиваться дальше, развивать нашу инфраструктуру. Это завершение строительства корпусов, общежитий. Мы планируем очень большое благоустройство в нашем студенческом городке на улице Антонова-Овсеенко. И, конечно, еще раз спасибо за поддержку нашему губернатору, правительству Самарской области. Пользуясь случаем, я бы хотел пригласить потенциальных абитуриентов и их родителей. 14 февраля, в воскресенье, в 11 часов у нас будет День открытых дверей по адресу улица Антонова-Овсеенко, 26. Там все смогут встретиться с их будущими, потенциально будущими деканами, задать любые вопросы. Еще раз дату. Расскажите поподробнее, что там будет происходить. 14 февраля 2016 года, в воскресенье, улица Антонова-Овсеенко, 26, третий этаж, большой актовый зал. Мы приглашаем абитуриентов, их родителей, их знакомых. Для всех, кто просто решит прийти в этот день. Двери-то открыты. И послушать информацию. Будет показан видеоролик про наш университет. Выступлю я, открою этот день. И затем уже ребята и родители разойдутся по аудиториям, где деканы или заместитель деканов расскажут им более детально про факультеты, про направление подготовки, профили подготовки и ответят на любые их вопросы. Ну и, конечно, озвучат обязательно все те специальности, которые на сегодня пользуются спросом. Ну вот, кстати, какие? Ну, собственно, это те, на которые я озвучил, был большой конкурс. Это экономика, иностранный язык, экономика и иностранный язык, начальное образование. Это очень популярный у нас факультет специального образования, который занимается, дефектологически раньше называлось, да. Там есть логопедия, есть у нас и дополнительное образование в ВУЗе. То есть не обязательно получать только одно направление какое-то осваивать, да. То есть у нас можно получить второе выше и дополнительное. Есть что добавить? Вот на какую бы специальность вы лично, Александр Иванович, обратили бы особое внимание будущих абитуриентов, таких динамичных, таких современных, таких продвинутых сегодня? Да, вы знаете, вот тут очень сложно выбрать какую-то специальность. У нас очень много. Более 50 специальностей. И вот как-то абитуриенты, они очень активно находят себя. Помогаете, может быть, определиться. Да, у нас психологи работают. У нас же есть уникальные, да, это психологи, логопеды, факультет культуры и искусства. Да тот же физкультурный факультет физического воспитания. Вот он один на весь большой-большой полоский регион. Тем более сейчас же ГТО, норма ГТО, и мы стремимся стать центром или одним из центров по сдаче норм ГТО. Тем более бассейн, ну сам Бог велел. Ну, подводя итог нашего с вами разговора, если я забыла вас о чем-то спросить, Александр Олегович, да, прошу прощения, предоставляю вам заключительное слово поздравления, благодарности. Пожалуйста. Конечно, поздравления. Поздравления с Днем студенчества, с Татьяниным Днем и пожелания, чтобы все у вас было хорошо. Студенческие годы, поверьте, они самые незабываемые, самые лучшие в жизни. Студенческие, аспирантские, другие тоже интересные. Но в это время жизнь особо кипит, бурлит. И спасибо вам, студенты, за то, что вы есть, потому что если бы не было вас, то и нашей работы бы не было тогда. Конечно. Пожалуйста. Ну, Олег Дмитриевич уже все сказал. Я хочу обратиться к нашим потенциальным студентам, будущим абитуриентам. И я надеюсь, что в 16-м году Татьянин День станет и их праздником, и они вот так же весело будут его отмечать в стенах нашего университета. Милости просим. Да, милости просим. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Мы вас ждем. Педагогический университет. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в прямой эфир. Ответили на мои, на вопросы телезрителей. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город С, но от себя хочется пожелать всем студентам верьте в себя, и у вас все получится. Ну, и резюме нашей программы. Милости просим. Добро пожаловать в Самарский педагогический университет. Всего хорошего. До свидания.